Если взять пациента, который обращается, например, за помощью, или у него появляются признаки, уже по первым признакам можно определить, заподозить либо это грипп, либо это острая респираторная инфекция. На сегодняшний день так обобщили эту группу, потому что острые респираторные инфекции и подходы к ведению данных пациентов, они отличаются. То есть если пациента, если взять уровень семейного врача, то есть врача-фельдшер, медсестра патронажная, семейный врач, он работает с группой острых респираторных инфекций. То есть он, соответственно, применяет все необходимые меры и действует согласно утвержденного Министерством здравоохранения протокола острой респираторной инфекции. Если у пациента имеются жалобы, как может проявиться грипп, грипп характерен интоксикацией. Интоксикация проявляется головными болями, болями в мышцах, то есть миология, боль во всем ломает человека. При этом так называемые катаральные проявления, то есть боли в горле, кашель, насморк, они как бы запаздывают. Вот клинически вот это является как бы отличием гриппа, потому что первым идет интоксикация. Острые, прочие острые респираторные инфекции, их много, характеризуются в первую очередь катаральными проявлениями. У каждой есть свои особенности, но, например, тот же парагрипп, он немножко больше похож на грипп в том плане, что интоксикационный синдром. Но катаральные явления практически начинаются параллельно. То есть можно опять же таки определенный момент дифференциального нашего диагноза, то есть отличить одно от другого. Но если мы получаем жалобы на выраженную интоксикацию, головные боли, боль в глазных яблоках, ломота во всем теле, а потом появляется катаральное проявление, то можно думать о том, что это все-таки вирус гриппа.